Привет дорогие мои зрители, с вами говорящая Чихуахуа Софи. Я продолжаю серию роликов про щенков по вашим просьбам и сегодня мы будем говорить о подготовке к появлению щенка в доме. Многие спрашивают меня, что нужно подготовить для этого. Пойдем как я люблю по пунктам. 1. Уборка квартиры. Перед тем, как забрать вашего будущего щеночка домой, необходимо провести уборку. Попав в новые условия щенок займется изучением нового для него пространства. Обычные для вас предметы щенку покажутся интересными, поэтому стоит заранее убрать из поля зрения опасные для него вещи. Всякие мелкие предметы, которые можно нечаянно проглотить, провода, кабели, бытовая химия, которой можно отравиться, а еще лучше уличная обувь, на которой много микробов. 2. Если у вас есть ковры, то предстоит серьезно заняться воспитанием щенка, потому что малыш может ошибочно принять ковер за большую пеленку или начать грызть его. Лучше всего ковры убрать на время, пока щенок не подрастет и не приучится ходить в туалет строго на улицу или на отведенное место, и ковры можно будет вернуть обратно. 2. Подготовка двуногих. Лучше всего заранее всем членам семьи помнить о том, как нужно обращаться с маленьким щенком и чего делать нельзя, особенно предупредить маленьких детей об этом. Нельзя пугать маленького щенка резкими криками. Нельзя беспокоить щенка, когда он спит. Нельзя брать щенка на руки, если не можешь его удержать. Нельзя брать щенка на диван и оставлять без присмотра. Нельзя кормить щенка едой со стола. Нельзя давать щенку запрещенные продукты, сладости, свинину и прочее. И нельзя обижать щенка. 3. Что купить? Первым делом вам нужно приобрести сумку-переноску, если вы собираетесь носить щенка с собой. Пеленки для туалета, различные игрушки, косточку-вкусняшку, миски для еды и питья. А также обязательно оборудовать спальное место для щенка и удобный домик-лежанку. Тогда вы сможете легко приучить щенка спать на своем месте, а не проситься в кровать. Закрытый или полузакрытый домик будет щенку уютным и укромным спальным местом по сравнению с расстеленным в углу ковриком. Обязательно уточните у заводчика, чем он кормит щенка и позаботьтесь о приобретении привычной для него еды ко дню появления в доме. Как только вы решите первый раз искупать щенка, вам стоит сразу же приобрести профессиональный собачий шампунь. Человеческие шампуни для этой цели не подходят. Кстати, купать лучше начинать щенка после всех прививок, через пару-тройку недель. Примерно один-два раза в месяц щенку необходимо обрезать коготки на лапках. Для этой цели вам понадобится специальная когтерезка. Не забывайте проверять ушки вашего щенка. Время от времени их нужно будет чистить, используя специальное средство для чистки ушек. После того, как щенку будет сделана повторная комплексная прививка и выдержан двухнедельный карантин, вы сможете выводить его на прогулки. К этому времени, примерно 3,5 месяца, вам необходимо обзавестись ошейником и поводком. Последнее, четвертое. Когда и как забирать щенка в новый дом? Лучше всего это сделать на выходных и утром. У вас будет много времени, чтобы помочь щенку освоиться на новом месте. Лучше всего взять с собой сумку-переноску, на дно которой постелить мягкое полотенце, а наверх пеленку на всякий случай. Чтобы щенок легко перенес разлуку, можно попросить кусочек подстилки из гнезда, которая имеет родной и знакомый запах для малыша. И очень важный момент. Помните, что щенку нужно внимание и любовь. И не стоит его заводить, если вам нужна живая игрушка, потому что он вырастет и станет полноценной собакой, которую нужно будет воспитывать и учить. Отнеситесь к этому ответственно. Вот, в принципе, и все самое основное для приезда щенка в дом. О воспитании, приучении к туалету и других вопросах мы поговорим в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте и будет вам счастье. С этими... Снимать блог приходится. Шесть утра, даже Иван еще спит. Софи, второй дурный. Так, подстилки. Что я говорила? Мы снимаем уже, Софи. Да? Львово. Продолжение следует...